В первой части я начала рассказывать о том, как сохранить хорошее здоровье, и поделилась своим опытом. Итак, я съела печеньку, шоколадку, и таких высыпаний я не помню даже в подростковый период. В тот день, глядя в зеркало, я поняла, что без сахара нравлюсь себе гораздо больше, чем с ним. И вот уже почти 10 лет мы живем каждый сам по себе. Что еще хорошего произошло за это время? Простужаться я стала гораздо реже, хронический танзелит ушел в стойкую ремиссию, и поджелудочная железа тоже сказала большое спасибо. Кстати, чуть позже, когда я начала активно применять в практике генетическое тестирование и сделала тест себе, выяснилось, что это было лучшим вложением в свое здоровье, потому что по генетике у меня высокий риск диабета и нарушения углеводного обмена. Но даже с плохой генетикой при правильном питании можно добиться прекрасных результатов, что доказано на себе. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...